Скандал в Армении. Кто работает на спецслужбы? Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего визита в Иран на встрече с представителями армянской общины заявил о том, что нельзя позволять, чтобы в Армении действовали политики, которые являются скорее иностранными агентами, чем гражданами своей собственной страны, пишут армянские СМИ. Понятно, что Пашинян имеет в виду представителей бывших властей Армении и намекает на то, что они являются агентами России. Потому что именно бывшие власти Армении имели тесные связи с Москвой, откуда, и получали указания. И не случайно, что на это заявление Пашиняна отреагировали именно в Республиканской партии Армении, РПА, которую возглавляет бывший президент Серж Сарксян. Так, бывший вице-спикер парламента Армении, спикер РПА Эдуард Шармазанов, потребовал у Пашиняна назвать имена иностранных агентов. Он призвал правоохранительные органы, немедленно начать расследование и уточнить у Пашиняна имена иностранных агентов. Иностранные агенты – это троянские кони внутри государства. В каждой нормальной стране, осознающей важность нацбезопасности, за этими словами последовали бы конкретные действия. И общественность узнала бы, кто эти иностранные агенты, которые занимаются политической деятельностью. Но прошло два дня, и ни Пашинян, ни его окружение, ни чье имя не назвали. Заявил Шармазанов в видеообращении, размещенном в Facebook. По словам Шармазанова, Пашинян – уже не оппозиционный депутат, озвучивающий слухи с трибуны парламента, а фактически глава государства, которому подчиняются силовые структуры, в том числе полиция и службы нацбезопасности. Он должен сказать, о ком идет речь. В противном случае, это очередной популизм, ложный донос, позорное демагогическое заявление, которому не может быть оправданий, сказал Шармазанов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok